чистое будущее в чистом настоящем поговорим сегодня и о будущем и о прошлом и конечно же о настоящем эта программа чистый татарстан с вами елена веселова здравствуйте наша тема сегодня это старт санитарно-экологического двухмесячника и гости нашей студии сегодня ильнур ирикович губайдулин заместитель министра экологии природных ресурсов республики татарстан здравствуйте ильнур ирикович здравствуйте но прежде чем мы начнем с вами разговор я напомню что за день до нашей программы в соцсетях мы запустили опрос вопрос очень простой принимаете ли вы и ваши родные участие в субботниках ну ответ тут да нет и планирую начать участвовать ильнур ирикович мы прежде чем начать я предлагаю посмотреть небольшой сюжет о санитарно-экологическом двухмесячники которые сняли наши коллеги журналисты давайте вместе посмотрим как мы видим здесь есть шины отработаны пневматические да также строительный мусор бытовые входы смотрите а здесь даже есть мазут сама контейнерная площадка предназначена для жителей частного сектора но близость дороги по улице боевая служит соблазном для недобросовестных водителей в отношении злостных нарушителей несмотря на моратория применяются и самые жесткие мировоздействия прошлом году сотрудники министерства предъявили 348 исковых заявлений практически каждое второе предъявлено по факту нанесения вреда окружающей среде взысканно административных штрафов и ушеров на общую сумму 29 миллионов 600 тысяч рублей за грубое нарушение законодательства по материалам передано в правоохранительные органы возбуждено 16 уголовных дел по статистике на одного инспектора мин экологии республики приходится 500 квадратных километров подконтрольной территории а всего таких инспекторов татарстане 126 поэтому не обойтись без слаженных действий между различными министерствами ведомствами к примеру их соберут в одном эко поезде который осмотрит территорию в пригороде казани запланирован и вертолетный облет в общей сложности в рамках санитарного периода муниципалитеты республики планируют задействовать 20 тысяч единиц техники еще бы сами люди не мусорили эльдор ирикович но мы все видим что проблема действительно есть мусора к сожалению меньше не остановится наверное сейчас когда сошел снег жалобы участились скажите пожалуйста есть ли жалобы приходят на что жалуются люди да вы правы и действительно жалоб очень много ежедневно поступают с начала этого года если посмотреть статистику значит более полутора тысяч жалоб поступило в министерство у нас 1 апреля все природоохранные ведомства и не природоохранные ведомства скажем так переходим в усиленный режим работы хотя мы всегда в усиленном режиме работаем но тем не менее у нас начинается 1 апреля двухмесячник это включительно по 31 мая значит основная цель у нас двухмесячника из года в год это но это не первый год проводится основная цель и задачи там ясны это знаешь после схода снега появляется как бы уже сказали начале много мусора много свалок основная цель значит очистить от простыми словами сказать мусор от территории республики татарстан вот отмечу уже значит до начала двухмесячника до начала до 1 апреля хочу сказать были проведены организационные работы расширенный брифинг в кабинете министров состоялся у нас министр александр ваш шадриков принимал участие значит потом с моим участием было организовано совещание с исполнительными комитетами муниципальных районов в режиме видеоконференц связи и дополнительно дополнительно у нас начальники территориальных управлений зонально объезжают все подвенственные районы тоже проводить совещание значит я уж начале сказал из года в год продолжается но тем не менее это не мешает то есть обновить новой информации появляется и с глазу на глаз поговорить значит на местах с людьми это очень полезно да прекрасно и я так понимаю что в санитарном двухмесячнике одна из самых главных ролей это все-таки у исполкомов районов за ними и организация наверное коммунальной техники работа полигонов отслеживание в том числе свалок то есть на исполкомы большое внимание и соответственно зональные совещания которые вы проводите они очень актуальны и вернемся к нашим людям к нашему населению чаще всего какие жалобы приходят на что жалуются то есть это мелкие свалки мусора возможно или это какие-то глобальные навалы уже глобальных таких навалов нет но в основном в основном это мелкие свалки значит после снега как я уже сказал контейнерной площадке в основном у нас эта проблема если можно но назовем проблемой есть контейнер площадке то что значит вывоз не несвоевременный может быть и своевременный вывоз значит бывают такие места я обижаю сам тоже районы близ лежащие значит казани смотрю контейнерной площадке закламлены но контейнер сами контейнеры значит пустые поэтому тут именно вот на такие моменты обращаясь жители и именно в этом направлении жалоб очень много если посмотреть 600 где-то более 600 жалоб именно только в этом направлении то есть получается все таки людям тоже нужно понимать какой мусор и куда складировать вот вы говорите что иногда контейнеры чистые сами а рядом с контейнерами бывает я так понимаю остатки мебели еще что-то крупногабаритный мусор сами люди выкидывают и понятно что не всегда и вообще региональный оператор этот крупногабаритный мусор может вывести то есть людям тоже нужно более ответственно относиться к тому что они собственно говоря выкидывают в контейнер да вы правы региональный оператор у нас вывозит значит но такое контейнеры крупногабаритные мусор уже строительный там диваны как бы сказали значит или остатки после того как когда ремонт делают строительный мусор вывозит то тут специально уже надо заказывать на договорных отношениях предприятий или тем же региональным операторами специально отведенные места с другими значит средствами но более большого объема контейнер заказывать и вывозить более законным способом на законные отведенные места спасибо ельнур ирикович вы говорили о том что еще до начала двухмесячника уже проведены были совещания определены кто за что отвечает давайте напомним людям какие еще природоохранные ведомства но помимо министерства экологии принимать самое активное участие традиционно скажем так принимают активное участие в этих санитарных двухмесячниках активно участвуют все хочу отметить но действительно у нас двухмесячник документом закрепляется постановлением кабинета министров в этом году значит тоже от 13 марта если не ошибаюсь постановленный кабинет министров есть в этом постановлении значит все расписано роли какое ведомство за что отвечают какие сроки какие реестры что мои координаторы и есть смотреть как бы вот в начале действительно правильно отметили значит более более нагрузки или как бы за ответственность скажем так на муниципальных образований это исполнительный комитет и районов мини экологии рост природ надзор рост потреб надзор мы более как бы скажем так государственный надзор в этой части работаем в основном другие если подойти допустим жилой инспекции государственной жилой инспекции республики у них свои полномочия там расписаны также мы значит министерство транспорта с управлением гибида да у нас есть взаимодействие в направлении значит региональных но всех дорог придорожных полос примекающих территории в этом направлении с ними работаем то есть у каждого роль определена соответственно мы координаторы мы собираем готовим потом материалы более детально чтобы отрабатывать с районами на связи присылают значит то что находятся какие-то свалки мы в районные потом они направляют информацию о ликвидации или в общем в тесном взаимодействии в тандеме работаем я правильно понимаю что как раз все природоохранные ведомства и помимо природоохранных ведомств это как вы уже сказали и гибдд ржд наверняка тоже постоянно же да есть у нас объезды с ржд аккумулирует информацию именно в министерстве экологии дальше уже собственно говоря мы работаем и делаем какие-то выводы итоги и результаты но я знаю что в прошлом году была проделана большая работа я попрошу сейчас дать цифры на экран а вас попрошу или наур ирекович я знаю что у вас есть статистика вы ее принесли давайте озвучим эти цифры нашим жителям чтобы все понимали это совместные между прочим усилия потому что наши жители тоже принимают самое активное участие в санитарном двухмесячнике озвучите пожалуйста старину рожкович да если значит в рамках двухмесячника прошлого года вернуться посмотреть данные то значит было причину но выявлено и причину более семи тысяч нарушений значит более 5000 нарушений были устранены значит вперед двухмесячника я скажу так а далее остальные мы отрабатывали в течение года то есть они также ликвидированы но бывает что сразу за две недели не решается вопрос поэтому течение года с районами отрабатывали данные вопросы также решены и также если к статистике цифрам вернуться очень интересные может быть цифры действительно очень много мусора мусора скажу я так простыми словами вывезено это пятьсот десять тысяч кубометров было знаешь задействовано было девятнадцать тысяч техники в прошлом году и очень много у нас жителей активно участвует как сказали это было по нашим подсчетам семьсот пятьдесят тысяч жителей нашей республики и также из приятного было посажено более миллион триста деревьев кустарник саженцев очень посадили прекрасные результаты хочу сказать мы считаем что это хорошее в этом году будет лучше но есть сложности эльнур эрикович ведь второй год вы работаете в условиях моратория скажите пожалуйста как сейчас приходится действовать инспектором ведь штрафы наказания для нарушителей вообще сейчас есть они или только обходимся какими-то предупреждениями и профилактическими профилактическими мерами да есть некоторые ограничения это постановление правительства российской генерации введено было значит об организации осуществления надзорной государственной надзорной деятельности 3036 постановление где есть как сказал некоторые ограничения то что если раньше допустим нашли какую-то свалку и нашли собственника земельного участка где свалки тогда штраф выписал было проще нынешнем году и в прошлом году значит в двадцать втором году было введено на этот год также распространяется более ограничены мы значит но тем не менее инспекторы у нас работают полной силы это есть другие методы также у нас ведь цель все равно нет цели такой чтобы найти отштрафовать но скажу честно у нас это более действенный момент у нас люди привыкли так если пока значит когда штрафуешь быстрее решается но нынешнее время тоже есть моменты значит мы по предостережениям работаем пишем предостережение если уж не значит не ликвидируется есть значит также выходим иском в суд о понуждении о ликвидации также здесь помощь приходит наши органы значит прокуратуры может с ними совместно отрабатывать есть моменты где если допустим ущерб можно еще моменты ущерб предъявляется ущерб предъявляется если мы значит видим что нанесен ущерб можно рассчитать ущерб и также предъявить тут денежном выражении уже ну что то в прошлом году удалось взыскать есть пример может быть суммы о взыскании говорить в общем было к статистике если вернуться опять-таки ответственность были привлечены у нас было более трех тысяч значит наложено было штрафов около пяти миллионов рублей а взыскание сказать это процедуру длительные то есть там судебные процессы бывают если я назову сумму о взыскании она больше будет чем наложена с учетом ранние года то что наложено поэтому это более двадцати миллионов рублей было взыскано спасибо эльнур иерикович я знаю что в санитарных двухмесячниках очень активное участие всегда принимают наши жители наши экоактивисты особая роль у нас у ребят из будет чисто и с нами сейчас на связь выходят руководители этой общественной организации диляра сатикова здравствуйте диляра расскажите пожалуйста что же вы будете делать в рамках санитарного двухмесячника здравствуйте на самом деле я очень рада вместе с вами и жителями нашей республики открывать экологический сезон 2023 года и конечно же мы с движением будет чисто примем самое активное участие и в санитарном двухмесячнике и в течение года в целом хочу отметить что в 2022 году нашим движением было проведено более 700 экологических мероприятий это и просветительских и природоохранных если просветительскую деятельность этого года мы уже начали с началом года то сезон субботников мы открываем на этой неделе 8 апреля пройдут мероприятие по очистке благоустройства природных территорий прибрежных объектов в разных городах республики и конечно же в казани у нас будет организован центральная точка вся подробная информация у нас размещена в социальных сетях такой житель может присоединиться и помочь сделать этот мир чище и лучше спасибо большое Дилара Ильнур Ильикович наша программа уже подходит к концу давайте еще раз напомним что у нас идет санитарный двухмесячник он стартовал с 1 апреля закончится 31 мая у нас будут субботники куда мы обязательно пригласим всех наших жителей что еще запланировано о чем мы еще не сказали со стороны министерства экологии у нас ежегодно значит в рамках двухмесячника подготовлены и организованы авиаблеты это вертолетный облет у нас летает сам министр или с начальником управления или с министром значит мы вдвоем будем облетать все районы в прошлом году это из года в год потом значит то что в начале сказал с управлением ГИБДД ГБУ безопасное дорожное движение у нас запланировано ну и с Минтрансом значит обследование всех дорог придорожных полос прилегающих территорий потом совместно с РЖД у нас из года в год хорошая традиция значит также обследование комиссионные объезды полос отвода Казанского Горьковской Куевской железных дорог и соответственно наши инспектора действительно у нас оснащены всем необходимым они работают в полной силу то что я вначале сказал но здесь в основном также жителей и муниципальное образование у вас как раз есть возможность призвать всех жителей участвовать в наших субботниках да у нас 29 апреля будет субботник не то что на субботник в целом уже начали многие районы но мы получаем статистику мы с ними на связи можно уже выходить не можно а нужно выходить а лучше действительно не мусорить и еще от себя лично пожелание возможно даже действия не будет чем заходить в интернет пока писать жалобу минут 10 может просто поднять пакет и положить в контейнер прекрасные слова на этом мы завершаем это была программа чистый татарстан спасибо что были с нами приходите на наши субботники сделаем этот мир вместе чуть лучше субботник 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 субботник